Здравствуйте, уважаемые подписчики и просто зрители моего канала. Сегодня в работе блок Mazda 3 2007 года. Вот так он выглядит, стоит он в воздушном фильтре. Блок украли, то есть блока нет вообще. Приборная панель тоже от другой машины и собственно ключи. Вместе с замком купили на разборке два ключа. Они тоже не от этой машины. Вот это все нам вместе надо будет синхронизировать, то есть записать ключи в приборку. Это будем делать с помощью Tango Key Programmer и синхронизировать приборку с блоком управления двигателем. Машина далеко, за 250 километров. Тащить ее сказали нет смысла, значит будем делать все это на столе. Для того, чтобы сделать синхронизацию с панелью, нам нужно выпаять вот эту микросхему 93C56. Прочитать ее, посмотреть данные синхронизации и уже внести данные синхронизации сюда из панели. Микросхема у нас находится под лаком, то есть мы немножечко сейчас ее погреем, очистим от лака и и затем отпаяем. Вот таким вот образом берем и очищаем ватным тампончиком нашу микросхему. Первая ножка микросхемы указана вот здесь. Вот эта выемочка и является первой ножки микросхемы. Вот точка у нас. давайте ее отпаяем. Все, наша микросхема отпаяна. Блок пока убираем и как всегда чистим ножки микросхемы. очень тщательно для правильного чтения и записи микросхемы. Также вторую сторону. вот прямо до блеска. Теперь берем нашу микросхему и вставляем вот сюда вот в постельку в адаптер. Так, прижмем для лучшего контакта. Работать будем UPA USB New. Давайте прочитаем микросхему. Открываем UPA. Выбираем микросхему 93-C56 в 16-битном формате. Вот она. И нажимаем считать. Вот, пожалуйста, мы получили дамп из блока управления двигателем. Давайте его сохраним. напишем EBU New. Точнее сказать ECU New напишем. ECU New. И сохраним на рабочий стол. Давайте откроем то, что мы сосчитали. Вот этот файл. Здесь ВИН-код прописан. Его тоже будем менять в соответствии с машиной. Теперь наша задача снять заднюю крышку панели приборов и также прочитать микросхему 93-C56. Для начала откручиваем вот эти вот винты. теперь наша задача лопаткой подцепить вот эти вот защелочки. вот они. Можно прямо пальчиком. Раз. Два. И крышечка у нас в руках. на плате находим микросхему 93-C56. Вот она. И сейчас ее будем выпаивать. Здесь также обозначена первая ножка. Вот она. Циферка 1. Положим флюс. и отпаяем микросхему. Вот, пожалуйста, наша микросхема. Также вставляем в переходничок. ориентируем первую ножку у нас вот здесь. И вставляем микросхему. Открываем опять UPA. этот файл уже убираем. Нам он не нужен. Опять выбираем 56 и нажимаем читать. Вот это у нас щиток приборов. Сейчас считан 93-C56. Давайте его сохраним. Напишем, что это у нас щиток приборов. Сохраним. Также на рабочий стол. На рабочем столе также создадим папку. Назовем ее трешка. Mazda 3. Так, сюда поместим наши файлы. Файл ECU и файл приборки. И нажмем копировать и вставим вот сюда. Это бот у нас backup. Дальше будем работать уже с самими дампами. Итак, давайте займемся ключами. Откроем там GK программер. вот он у нас оригинальный. Нам нужно прочитать ключики. Так, давайте прочитаем, что у нас здесь за ключ. Ага, DST40 ID63. Вот наш ключ. наш ключ уже использованный. Об этом говорит PS4. Давайте обновим этот ключ, чтобы его прописать в панель приборов. То есть набираем нолики и записываем. Все смотрим. то же самое делаем со вторым ключом. Считаем второй ключ PS4. Ставим нолики, записываем. Все, теперь ключи готовы к записи в панель приборов. Открываем Mazda 3. Так, вот он пишет панель приборов 93 C56. Открываем наш файл панели приборов. Вот он. Показано, что используются два ключа. И теперь давайте первый ключ мы ключ у нас 4D. Мы запишем в щиток приборов. Просит сохранить новый дамп для записи в панель приборов. Пишем 1К. Дальше открываем файл 1К. Указываем кей номер 2. И также указываем 4D. Нажимаем записать. Сохраняем уже под именем 2К. И теперь давайте проверим. Откроем файл 2К. Ключ под номером 2 на месте. Вставляем второй ключ. Ключ под номером 1 на месте. Закрываем Tango Кей программер. Теперь давайте откроем ПА. Выберем опять файл 2К. Вот микросхема 93C5616 бит. И давайте запишем. все запрограммировано правильно. сравним теперь верификацию сделаем. Верификация ОК. Все в порядке. Теперь давайте откроем наш файл щитка приборов и посмотрим где же здесь у нас находятся данные синхронизации. Я сделал вот такую подсказку. Вот она. значит смотрим какие адреса. Вот синхронизация выделена светло-зеленым у нас. Давайте посмотрим где у нас в дампе это все. Вот начинается отсюда 0D6. Значит записываем 0 1 их 8 байт. 7A 69 F6 37 так 35 и А5. Вот эти 8 байт синхронизации. вот они начинаются отсюда 1 2 3 4 5 6 7 8 и вот здесь вот они у нас находятся. Вот мы переписали данные синхронизации 8 байт и сейчас мы будем их переносить в ECU. так открываем файл ECU и смотрим где нам нужно поставить синхру. То есть вот в этих адресах. Но обратите внимание как располагается синхронизация. Задом наперед 6D 6D 54 то есть вот так располагается A6 и так далее и так далее. Значит нам что нужно сделать нам нужно открыть наш файл вот он пропустить два адреса и с этого адреса начинаем писать сзаду наперед 35 A5 получается у нас 35 A 5 дальше идет 37 F F 37 F F дальше у нас идет 69 F 6 69 F 6 и последний 017 A 017 A A5 смотрим здесь все данные синхронизации у нас здесь внесены вот они можно сохранять и подпишем ECU New OK то есть синхронизация здесь выполнена так давайте откроем UPA это уберем откроем ECU у нее OK и нажмем записать так давайте сравним верификация OK мы поменяли данные синхронизации то есть вот в первой строке работа выполнена выполнена успешно мы сделали синхронизацию блока с панелью приборов записали в панель приборов ключи два ключа и теперь можно отдавать ставить на машину и спокойно заводить всем всего самого наилучшего много работы хороших клиентов и самое главное крепкого крепкого здоровья до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...